Виктория Павлович 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 Решение, я думаю, подскажет, что Павлович должна больше сыграть вправо Хумилек, для того, чтобы та атаковала, атаковала, потому что зажимая Хумилека, и именно становится пассивная игра. Пассивная игра со стороны Хумилека, вот эта пассивность приносит ей успех. Уже 9-7 счет, 5 очков подряд выиграл. Пусть атакует, пусть атакует. Я думаю, что надо заставить. 9-8, елки-бай, это прямой эфир. Ну, вряд ли в первом сете будет тайм-аут, но в целом такая катастрофическая ситуация для Вики. Ну, я уверен, что сейчас она будет атаковать Вика и правильно сделает. Она должна очень четко принять. Молодец, молодец, молодец. Ну, она довольно-таки высоко подрезала, но мяч был плоский, и Хумилек ошиблась, потому что мяч улетает за стол. Ну, она надеялась, что то же самое нижнее вращение будет, а мяч был очень плоский, и мяч улетел. На смене вращения сыграла Вика на приеме. Ну, я думаю, что эти два очка вот можно разменяться. в атаке провести. Ну, только через ТОПС, надо через ТОПС. Через ТОПС. 10-9. Вправо, ты правильно сделала, запилила. Хорошо. 10-10. Очень тяжелая встреча. Очень тяжелая встреча. И как, ну, турчанка китайского происхождения поменяла игру, вы видите, ну, великолепно подготовленный тактич. Ну, хороший, хорошо, хорошо. Я думаю, что надо все-таки чуть-чуть, и сейчас очко опять было то, что нужно, вправо играть, заставить Хумилек атаковать. И тогда получается лучшая игра, лучшие розыгрыши для Павловича. Да, правильно, молодец. Ну, послушалась, грубо говоря. И ТОПС. Молодец, все выполнило, то, что просили. Молодец, молодина. Ну, тяжелейшая партия выдалась. 12-10. Очень хорошо, что тяжелейшая. Очень хорошо. У женщин все наоборот. Чтобы в тону сразу ее бросить. Да, 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 надо, что в борьбе будет. Не просто так. Потому что, понимаете, иногда ведут наши спортсменки, вот, именно женского пола, ведут 2-0 и думают, что все, на той стороне спортсмен не собирается бороться. И потом не могут настроиться на продолжение борьбы. А сейчас это, даже, может быть, это в плюс. Даже, может быть, это в плюс. Продолжается перерыв между партиями. Первый полуфинал женского одиночного разряда. Виктория Павлович против Умелек. Белорусская спортсменка выиграла стартовую партию со счетом 12-10. Вот начинают болельщики подходить в ЧС-арену. Я думаю, что все представители постсоветского пространства обязаны болеть за Павлович. Я сейчас смотрю на часы и хочу засечь количество времени, которое будет во второй партии. Длиннее будет розовершие или короче, чем первое. Сейчас мы увидим. Я посмотрел и засек. 1-0 Павлович повела. Я думаю, что Павлович будет задача заставить Милек играть в атаке. А Милек, наверное, будет задача более сложная. Она остроатакующий игрок. Ей заставить себя играть пассивно очень сложно, потому что психологически она к этому не привыкла. Но жизнь заставляет. Вот психология. Вика будет выводить ее в атаку и будет иметь преимущество от этого. А Милек должна заставить себя играть пассивно, которая не свойственна ей. Вот две тактики. Все в другую сторону. Кажется, защитница должна играть спокойно. игру. Вот кач, кач, кач. Срезки по всему столу и иногда Павлович ошибается. Это простые ошибки, невынужденные, как говорят. Ну, давайте. 3-1. Вот. 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 Вот эта игра должна быть. Ну, вот такой момент есть тоже психологический. И Вика это великолепно знает. Прием вращения вернуть не влево, потому что захода как бы легче бить. И захода можно во-первых, слева сыграть, откидкой. А когда возвращается подрезка вправо, то спортсмены очень часто ошибаются. Они не знают, что дальше делать. В короткой игре ну, довольно-таки сложно играть справа. А дальше продолжать атаковать это значит риск. Ну, вот опять в каче ошибки. Не должно быть в каче ни одной ошибки. Из трех она проиграла в подрезке в каче. Из трех два очка. Это вот слишком много. Слишком легко достаются очки Милек. Каждый очко для Милек должно быть огромной тратой энергии, силы, выдержки всего для того, чтобы расшатывались потихонечку нервы. Вот сложный мяч Вика должна выиграть. Видите? Опять кач. Опять свой. Опять кач. Надо внимательно обратить, внимательно обратить внимание на простые мячи. Серийно играет Вика. Вот смотрите, 3-0 повела, 3-4 уже. Концовку первой партии тоже вспоминаем. 9-3 счет был, по-моему. 9-2 даже был. Поспокойнее, 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 поспокойнее. Главное спокойствие. Выдержать свою игру. И готовься, 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 готовься. Ты играешь право и готовься, что будет атака. А там уже очень сложно, надо подрезать, и тогда будет сложности для Милека, и у тебя есть возможность и атаковать, и она может царить очками. Опять кача. Но это из 5-ти, из 6-ти очков 4 в кач, ошибки, но это многовато. Как будто бы видимость, видимость, что Милек выигрывает за счет атаки, а если статистика, вот что такое метрология, вот многие, почему многие спортсмены не понимают, она может сказать сейчас, Павлович, что ее обыграли в атаке. Нет, она проиграла в простых мячах в защите. 5 ничей, она подачу не приняла. Видите, 7-5. Надо чуть-чуть концентрацию внимания на простые ничи. Пускай атакует, ты же защитница, это обязана брать. Почему бояться? Надо заставить нападающего атаковать, и будет тогда твоя игра в защите. Не будет пассивной игры в каче. Хорош, хорош, хорош. Очень четкий прием. отлично, отлично. Вот, вот, вот игра. Дотерпела. Молодец. такое выиграла в этой партии. Да-да-да-да, великолепно. Во-первых, Ротбыш очень хорошо принимала активные действия турчанки. мяч пласированный был, невысокий, все здорово. Атака, атака, атака. Чуть-чуть не развернулась справа, поэтому мяч параллельно столу улетел. Все должно быть, концентрация, все выполнить идеально, правильно. Молодец, молодец, красавица. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, еще есть, наверное, вариант один. Более сложно играть в правый уголочек в подрезке, в качи. Менять, менять вращение то сильный подрезка, то плоский мяч. Право, правильно, правильно. Ой, я думал, за стол, извините меня, но, наверное, всем показалось. И атака после этого. Прекрасно, прекрасно. Ну, может быть, она сконцентрировалась. Все четко должно сыграть. И после этого через вращение не надо, через удар. Хорошее четкое вращение, четкое вращение сделай, пожалуйста. Четкий прием Топса готовит. Прокручивать мяч надо. Заставлять себя вращать его. Вращение, траекторию немножко. То ли концентрацию теряет. Она играет правильно, в принципе, но это тот мяч, который можно было сыграть попроще чуть-чуть. Отлично, отлично, отлично. Ну, вот сейчас было видно, что Вика думает. Думает каждый мяч. Да вот даже хочется сказать, пускай как угодно, пускай покричит, заставить себя, заставить себя думать, правильно. Ему очень правильно. Заставить себя каждый мяч думать. И именно это должно принести успех. Не красота даже где-то. Он очень хорошо сыграл Хумилек, завершающий удар. Я не ожидал от этого, что она будет рисковать. Здесь, в принципе, такой мяч не очень удобный. Там был момент, когда Вика к столу подбежала. Мне казалось, она атаковать будет. отлично, отлично. Пускай спешит, пускай спешит. Ну, вот я сейчас посмотрел на часы, уже 8 минут играет этот сет. Ну, большая разница между первым сетом и вторым. Конечно, может быть, тренер заставит и при счете, если очень хочу, чтобы выиграла Вика. Поэтому пускай спешит, пускай спешит. Это твои... Можно было ответить атаку справа этот мяч. Сложно было, потому что мяч в животе оказался. Спасибо за субтитры. Молодец! Вот, прокрутила, прокрутила наконец-то, молодчик. Она должна составить дельту или сильные подрезки и очень сильные, хорошие подрезки и вращение при топ-спине. Тогда трудно будет спортсменке из Турции привыкнуть к этому. Ну, не ожидала атаки с подачи. Не ожидала. шла как бы в кач после своей подачи. 12-11. Ну, давай, Виколь. 13-11. Пробило. 13-11. Да, ну, тяжелая встреча. 1-1. И я думаю, что полуфинал в целом будет невероятно долгий. она стала много попадать. Выбивайте, играйте через правый рюк. Когда-то сыграла через лево, там поиграла, подержала и перевела. Когда-то сразу пойдет, все хорошо будет. Позже не суетись только ногами. Все трезво, спокойно, расслабляй руку. Ну, вы прекрасно слышали сейчас наверняка то, что сказала Татьяна Питкевич, своей подопечной. Третья партия. 1-1. Виктория Павлович против Хумелек. Беларусь против Турции. Хорошо. Хорошее начало, да. Пускай простая ошибка со стороны, зато она нервирует спортсменов. не было бы этих ошибок, думаю, что все было бы нормально. А здесь больше концентрации в промежуточных мячах. Больше. Хорошо, плоско. Вот она принялась, Дима, то, что я тебе говорил. При подрезке, которую использует Вика справа после атаки противники, она справа гладкой накладкой играет такой очень сложный мячик для психологии спортсмена. Как будто бы она гладко играет, должна быть подрезка, она принимает плоско и мяч улетает за 100. А вот именно после Пупури приходит средний мяч, который Хумелек пробивает. Значит, можно использовать этот момент, запутать. Очень много тренировала Вика топ-спин слева в тренировочном процессе он проходит у него великолепно. Еще чуть-чуть и в соревновательной практике и тогда будут еще маленькие плюсики у Вики для победы. Ну вот, топ-спин, как она прокручивает топ-спин, то все проходит нормально. Заставить себя прокручивать мяч. Поймала, поймала вправо, молодец, молодец, молодец. 4-2. Но опять плоский топ-спин заскакивает. Чуть-чуть вращение заставит себя прокрутить мяч. корпус ловит хумелек. Хорошо, 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 хорошо. Вот наконец-то стало вроде ошибаться и Турчанка на активных мячах. Чем дальше, конечно, тем труднее будет атаковать и легче защищаться, но я уверен, что с физикой у Турчанки все нормально, поэтому надеяться на то, что она устанет, не надо. Вика должна свою игру играть. играть. повезло Вике. Не повезло, она боролась, она боролась. Почему? Она приняла сильнейший удар, сильнейший удар, она же приняла его. Это трудовой мяч, трудовой мяч. Это не так просто, я откинул и задел мяч сеткой. Везет тому, кто везет. Да, но очень хорошо, что сейчас Милек не использует, я вижу, что мяч довольно-таки высоко над сеткой, после приема пробивать. Пробивать, да. Это очень хорошо. Может быть, даже, дай бог, что если чуть-чуть устала, то главной сразу пропадают взрывные качества. Это первое качество физическое, которое пропадает при усталости. Дай бог, дай бог. Значит, она уже не может зайти и выйти на завершающий удар. Топспин, она еще успевает после срезки со стола. Повтор резкий топспин. Вот он топспин с левой. Молодец. Молодец. 8-4. Молодец. Молодец. Одна попытка была уже у Вики такая, но неудачная. Вот сейчас все прекрасно исполнило. 8-4. Расслабляет руку, как сказала Татьяна Питкевич при каждой возможности Павлович. Тейп такой тоже серьезный на предплечье. Отлично. Фу-фу-фу. Все хорошо. Более пассивно стал играть Милек. Это дает возможность и времени атаковать Вики. Ну и здесь ей повезло, но не без этого. 10-4. Ну, хороший сет. очень хорошо сыграла. Ну, дай бог, чтобы так продолжалось. Ну, нельзя в кач ошибаться. Не имеет права. простые очки нельзя отдавать. Интересно, что Вика встречалась с Хумилек во всех разрядах, которые существуют на чемпионате Европы. В команде, как я сказал, и в паре. Вместе с Светланой Ганиной Виктория играет, и они обыграли 3-1 турчанок Хумилек и Хесерин. Так что очень хорошо друг друга изучили, понятно это. Но эту партию нужно доиграть еще, выгрызать каждое очко, бороться за него. Ну, хорошо, зашла, успела, но не прокрутила до конца. 10-7. Пробило, но неудачно Хумилек. 2-1 счет стал по партиям в пользу Виктории Павлович. Ну, опять же, такая идет очень вязкая, плотная борьба. Нервы напряжены до предела у той, у другой соперницы. Но мне кажется, что вот в следующем сете уже немножко попроще будет, Вики. Не думаю. Думаю, что все-таки Хумилек немножко, наверное, даже спорит со своим тренером о тактике проведения этой встречи. Почему? Потому что у нее такие рваные участки во время встречи проведения сета одного. То она суперактивно играет, то суперпассивно. Нету какой-то выбранной, как говорят, тактики. и поэтому она немножко в сомнениях или совсем пассивно играть и только лишь играть те мячи, которые приказывает, грубо говоря, тренер. Или играть свою игру, продолжать свою игру, которая, ей кажется, может принести успех. Поэтому в сомнениях начинается шарахивание с одной стороны в сторону и в другую. И поэтому ошибки. Поэтому ошибки. Сейчас не знаю, какую выберет тактику. Суперактивной игры или такой закрытый настольный теннис. Вот. Ну, суперактивно сыграла. Причем не через топс, а через удар захода. опять же я беру часы, засекаю время. Чем короче розыгрыш партии, тем больше вариантов победы у Вики. Чтобы так бы не держался долго мяч, пускай атакует. Можно провоцировать даже атаку турчанки. и хорошо если бы в качи хорошо плотно в качи со сменой вращения. Со сменой вращения. Ну, вот этот хорошо подрезал. Хорошо подрезал. Хорошее нижнее вращение вернулось после атаки турчанки. Не справилась. А теперь топ спин. хорошее очко разыграли. Очень хорошо. И Сильникой надо было этот мяч играть в дальнюю зону. Ответ справа. Дальний. Она только подставила. Надо было направить чуть-чуть с вращением вперед. Вот этот, конечно, ракурс интересен, но не для настольного тенниса. нет для настольного тенниса. Больше у атаки стала игра. Ну пускай будет такой ракурс, если приносит успех Микки. Ну повторили. Молодец. Молодчина. Хотелось бы, чтобы заспешила Милек. Заспешила, засуетилась. Вот это вот. Ну может быть и правильно. быть не надо чередовать хоть через раз. Ну она неправильно играла конечно. И чуть не дошла до мяча. Две атаки. Две атаки, которые были как бы как говорят у нас свои. Ну атакует она правильно. Хорошие удобные мячи. Можно атаковать и нужно. Ну как скажешь ударь и попади. Это же не подсказка. концентрируйся чуть-чуть. Более технически правильно выполнили. Ну вот. Нет, но обе девочки немножко меняют резко тактику. Часто меняют и из-за этого такие грубые ошибки. Поэтому здесь я думаю, что опыт Вики должен сказаться. Она должна четко варьировать активность и стабильность в защите. Женский настольный теннис непредсказуемый и беспощадный. Ну пока здесь не худший вариант 5-4 мы повели. Очень активно играет. Первый топс у нее великолепный. Правда она такое ощущение иногда не знает что делать после него. Играет пассивно или супер активно. Какой-то золотой середины у нее нету тоже. Вот она второй раз атаковала. Хорош! Длительный розыгрыш и выигрыш. Великолепный! Великолепный! Держись пожалуйста Викули держись! Все 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 используй свои накладки используй отлично! Отлично! Ну вот четкое вращение траектория очень четко четко и получилось и быстро и с вращением. отлично! Ну вот я говорил про то что Велик не может выбрать тактик или держать до потери пульса как говорят у нас в настольном теннисе или тогда супер активно играть. Она выбрала золотую середину пока хорошую для Вики. Пускай то она качает то она рискует. Как бы целостности игры целостной тактики не видно. Вот сейчас счет такой что можно и размениваться как мы говорили. Да да можно но Вика уже очень много в атаке выиграла очков очень много но не переборщить конечно мне кажется что вот этот сет все-таки для нее попроще немножко Ну и предыдущий был совсем хороший третий очень хороший сет был она очень хорошо варьировала вращение зажимала влево потом переводила вправо со смены вот опять вот молодец вот этот вариант очень проходит конечно правый угол сильнейшая стороны Милека он не сильнейший заход она играет лучше чем из правого угла намного лучше а правый угол не сильнейшая ее сторона и Виктория очень четко использует это молодец ну пускай вот это и есть как будто она держит мяч потом не с того не сего усиление делает такое которое ну наверное китайские спортсмены могут это делать позволять и сборной Китая а спортсменам самое главное ты более низкого уровня это очень сложно сыграть такую сложную игру с первых мячей до конца держать эту концентрацию хорошо до последнего мяча не спешить не спешить все позже спокойно прорабатывайте мячи проходи вперед помогай очень хорошо плоско низко низко она ошибается молодец жди внимательно навесных тупспинов или быстрый ее ход будь готова к этому будет что-то думать она правильно обострять так что давай подыши не торопись и походу где-то так потяни резину подыши подыши хорошо Викочка смело продолжай такую же линию без суеты ну опять все хорошо слышали русскую речь Татьяна Питкевич которая дала свои наставления Виктории Павлович 3-1 белорусская теннисистка впереди и как бы обобщая все сказанное линия продолжится все то что делала Вика в двух как минимум предыдущих партиях это мы увидим и сейчас надеемся и обязана она это сделать ей все правильно подсказывать зачем менять игру если ты переиграешь против если это приносит успех да чуть-чуть высоко над сеткой длину нужно было подрезку сделать на край стола над сеткой конечно легче завершать ну посмотрим единственное что я могу я болею за то чтобы Кумилек играл остро пускай она стрит пускай она играет взрывные мячи нам приносит пока успех 1-1 ну и особой уверенности я у Кумилек не вижу если по-честному ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну простая она кричала тоже не спеши правильно 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 она сказала не дать разыграться спортсменке из Турции играть именно свою игру свой стилевой момент вот надо взять очко это ой взяла вытерпела посмотрите какой потрясающий розыгрыш я был уверен что она выиграет я еще раз повторяю чем сложнее игра тем лучше играет Вика чем сложнее тем лучше упрощенный вариант для нее иногда заставляет ее делать маленькие глупости чем сложнее чем сложнее тем она великолепно использует этот момент своей координационной возможности довольно-таки широкий арсенал технических нападений великолепно и защита и все просто все это вместе скомпоновать и тогда великолепная игра получается но 3-3 сейчас я даже думаю что сложнее Хумилек она не знает что ей делать именно не знает но она выигрывает очки которые не свойственны ей как бы говорим что не она выигрывает а Вика проигрывает если Вика уберет такие мелкие ошибки чистоту выполнения то наверное Хумилек будет еще сложнее немножко не прокрутил опять плоский быстрый топ спин хорошо конечно это правильно но надо выше точки это крутить и у Хумилек да обратите внимание только промежуточные такие действия больше ничего по сути нету но один два топса активных справа есть законы определенные Вика спортсменка высокого роста стройные и поэтому как ни странно у этих спортсменов слабейшая сторона это конечно центр живот как мы говорим в настольном теннисе все мячи которые она получает косые они и свойственны и удобны а вот и топ спин слева пожалуйста пузырь пузырь в рукаве очень много она его тренирует очень хочет чтобы у нее был это тоже элемент одним из коронных молодец молодец использует это пока соотношение чуть-чуть пользу чуть-чуть пользу а вот возврат помните мы говорили что возврат топ спина в правый угол это дает большое преимущество для Вики потому что той приходится играть с правой стороны и она делает много простых ошибок слева она просто делает откидку поэтому ей удобно а вот видите она удобна ей откидка а справа откиднуть это довольно-таки сложно великолепно плоский прием плоский прием топ спина и мяч улетает за стол а вот и сестра переживает по-моему больше чем сама Вика да Вероника да ну очень тяжело ей конечно я ей не завидую но они сами не скрываются в интервью что друг за друга гораздо больше переживают чем за себя 6-6 опять свое очко вроде бы да но тоже свое это не свое просто она ошибась в простом мяче вот можно сказать она не имеет права на таком уровне ошибаться в кач не имеет права это даст ей такую возможность рывок по классу что она будет играть с любым игроком на равных вот опять прием справа она принимает плоско если честно я знаю хорошо мяч плоский и улетает за стол после подрезки слева когда играет длинными пупырями Вика еще есть завершающий удар у милек а поэтому она ошибается она не справляется со сменой вращения зажала ее влево но не успела обработать мяч но ногами не успела она не ушла чуть-чуть но та очень правильно грамотно сыграла топ-спин в нее как говорят в печень сделала топ-спин здесь очень сложно быстро потому что короткий был мяч в каче и мяч очень быстро вернулся после атаки в хумилек а когда чуть-чуть в сторону то Вике удобнее смена вращения спокойно спокойно смена вращения подвесен спокойно будь любезна спокойно пожалуйста спокойно обрабатывает мяч обрабатывает арт Больше обработки в простых мячах. Рискнула, подала подачу и сразу в остро сыграла. Риск это довольно-таки. Надо, Вике, обрабатывать этот мяч. Великолепно, молодчина. Посмотрите, свеча была, был завершающий удар, она успела подрезать, хорошо подрезала. А слева-то наоборот идет подрезка с длинных пупырей. Молодец, молодец. Вот именно этим элементом запутать, запутать, запутать. Ну, давайте посмотрим. Хороший был мяч, я прям, мне где-то надежда была, что за стол мяч улетит. Такой милек, но успела закрыть ракетку. Фетбол у Турчанки. Мне кажется, можно было терпеть. Потерпеть можно было, да, правильно. 11-9 берет эту партию 21-летняя уроженка Ляунина. Еще раз, отметим, что китайского происхождения девушка. Едва, счет становится по партиям. Пока что впереди еще Вика. Вот на наставлениях тренера турецкой сборной слышу одни бэксенки. Обидное вот это вот поражение во второй партии Павловича. Сейчас же все, конечно, совсем все по-другому было. Ну, что с этими бэксенами было? Что из-за кого-то слева хотят придумать? Наверное, он имеет в виду ждать атак слева от Павловича? Нет, я думаю, что здесь немножко по-другому. Что ничья она должна играть в подрезке. Но примерно не только лишь, которые летят четко в левый уголочек. А из центра стола тоже играть в качи слева. Потому что слева более уверенно она играет в подрезке. Не играть из центра справа. Именно справа не в атаке, а именно в подрезке. Вот это может быть. Смену вращения сделала Вика в качи. И это принесло ей успех. Ну, такое ощущение, что все-таки Хумилек в начале партии обязательно хочет сыграть. Так как она, как ей хочется. Именно супер острый. Вы сейчас видели, первый момент сразу острый. Сейчас два удара подряд. Еще острее. А потом, наверное, начинается мысль приходить, что тренер все-таки чуть-чуть прав. И надо сыграть чуть-чуть поаккуратнее, поспокойнее. А в начале, конечно, ну, прямо как бы кровь в жилах. Она спешит быстрее, быстрее бурлит. АПЛОДИСМЕНТЫ 3-0 Не растерять этого преимущества. Не делать простых ошибок. Это самое главное. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Но это, правильно сказал Дима, это женский настольный теннис. 3-0 повела Вика, 3-4 – это нормальное явление. Как иногда говорят, что все равно будет 10-10. Дождитесь этого. 4-4. Сильные подрезки у Вики. Она перевернула ракеточку, сыграла гладкой стороной в качи. Сильные подрезки и захода не справилась с этим вращением. Хумилек, мяч был в сетке. Вот, правый угол, все-таки не надо. Плоский. Запил. Но, ну, видите, великолепная была игра в защите. Очень здорово сыграла. Подрезки. Ошибка. Ну, с трибуны уже кричат наши, правильно. Все ее поддерживают. Мы болеем всей душой. Поверни вправо, Викулечка. Поверни вправо ее. Поверни ей вправо. Пусть играет из правого. Захода легче играть в атаке. Хорош, 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 хорош. Смена вращения в качи. Великолепная. А вот вся делегация. Да, белорусы все болеют. Ну, еще бы не болеют, они просто там, на площадке. Ну-ка, ну-ка, не отдавать, не отдавать. Нет. Чем сложнее, тем сильнее, Вика. Молодец. Еще раз говорю. Чем сложнее, тем сильнее, Вика. Великолепно, великолепно. Вы видели, свечи, защита, все. Учитесь бросать. А куда деваться? Может быть, даже это хорошо. Вика тоже. Потому что иногда... Чуть-чуть не передохнуть. Даже не передохнуть. Есть эйфория, бывает такая, что выиграла великолепный миндай. Бывает такое маленькое расслабление. Сейчас, я думаю, что Татьяна Николаевна не даст ей расслабиться. Ну что, 7-5. Честая партия. 3-2 Павлович впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 очень все время как раз подхода к полотенцу и вот перед самой подачкой века взяла мину все правильно все правильно то грамотно очень грамотно тренер поступил очень грамотно все так же старайся если увидела атаку не торопись но если увидела смело не стараться там уже это косить из ряда вон выходящего куда-то за стол четко сработать подсесть трезво хорошо спокойно свободная рука трезво подсела и взрыв сделала давай только не торопись подыши подыши время есть у нас подыши восстановись настройся сядь прорабатывай замах все старайся глубже сейчас концентрация понимаете внимание на нее смотри что она будет делать готовься к атакам ну поехали решающие фрагменты делала все как тренер сказала ну подсаживалась под каждый мяч прорабатывала его минус кого-то чуть-чуть конечно но не знаю сейчас очень сложно конечно надо быть там чтобы что-то подсказывать давайте просто поболеем просто поболеем и все фантастика молодчик дотерпела такие 11 9 и виктория павлович выходит финал чемпионата европы 2010 года впервые в карьере между прочим у нее уже есть восемь медалей континентальных первенств но вот в личном турнире для нее первый плит финал пумелек тоже поздравим она принесла своей стране первую в истории настольного тенниса медаль такого крупного турнира ну и сейчас определится соперница павлович и имя то означает да виктория победа браво хороший матч мы вместе с вами посмотрели и я напомню что во втором полуфинале встречаются две экс чемпионки европы людя из австрии победительница турнира 2005 года и рута паска ускени из литвы победительница чемпионата европы 2008 года там конечно будет совсем другой стилевой момент все абсолютно другое будет а сейчас насладитесь просто вот последним розыгрышем и века здорово сыграл очень здорово отлично 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 мы ждем ждем второго поединка 1 2 2